Или на своем примере, или уговорами, или чем-то завлекаю, увлекаю чем-то. Я считаю, что надо с ними разговаривать все-таки. Разговаривать? Разговаривать надо. Особенно, когда им 5-6 лет, когда они маленькие, даже пусть 7-8, даже пусть 11 лет. Можно вот даже мальчишки, можно на колени взять, обнять и поговорить по душам. Надо обязательно им книги читать, сказки рассказывать. Тогда дети вырастут понимающие, умные, будут любить читать. Такие меры были, что или в угол, или обещали куда-то сходить, а раз провинились, значит, никуда не пойдете. Ремнем, если он провинился вдоль ваниши, и все, вдоль задницы. Разок, и он потом умный будет. Лишение телефона на какой-то период времени. Интернета. Потому что дети сейчас любят вот это все в интернете смотреть. Всякие ролики, которые плохо влияют на детей. Дети лучше всего усваивают то, когда они видят, как нужно себя вести. Ну да. Будем ставить в угол. В угол ставить еще какие-то... Будем лишать мобильных телефонов. Меня воспитывали в любви, уделяли много внимания, я также планирую воспитывать своих детей. Я объясняю, почему нельзя, какие последствия после этого могут быть. Я за принцип кнута и пряника. Ну, наказание не физическое, а какое-то должно быть определенное. Но если вы его поощряете за хорошие поступки, то можете наказывать и за плохие. Они на шею уже сели всем, эти дети. Вы их избаловали своими этими. Не трогай меня, я напишу заявление, посажу тебя, папа. Это так не делают. Ну, естественно, наказывать-то надо нормально. Если он действительно за счет провинился, они так просто. Чтобы порядок соблюдали. Трудиться с детства, считай, с детства их трудиться, заставляй трудиться. Особенно сейчас такое время, что человек все должен уметь. И вот девочки и шить, и рисовать. Почему рисовать? Просто это развивается такое чувство. Она не художник будет, но какая-то точность, любовь к красоте. Возможно, запретами какими-то. Мальчики. Да, сейчас это актуально. Там запретами телефонов, возможно. Но я считаю, что порой все-таки нельзя. Когда с детьми путешествуешь, ребенок познает мир. И видит, как, например, ты себя ведешь в этом мире. Что нельзя, допустим, на улице что-то после себя оставить, бросить. Надо обязательно убрать, чтобы город был чистый, красивый. Спасибо.